Канун 9 мая в военном комиссариате городского округа Люберцы открылась выставка артефактов специальной военной операции. Ее организовал Следственный комитет Российской Федерации и межрегиональная организация «Юный следователь». Посетители смогли увидеть экспонаты, связанные с подвигами военнослужащих. Подробности узнала наша съемочная группа. Шахта «Горская» — единственное большое предприятие в Луганской области. Основана в 1912-м и была процветающей организацией. На ее территории даже находились теплицы и оранжереи. Но сейчас шахта почти полностью разрушена. Вот эта шахта «Горская», это Луганский район, это Лисичанск. Значит, вот эти именно артефакты были... Шахта была захвачена украинскими солдатами, но не была разграблена одна из этих шахт. И вот эти предметы, они именно с этой шахты. В экспозиции представлены предметы, вывезенные с территории шахты. Это вещи самих шахтеров. Каски, фонари, противогаз, наручные часы и документы. В июне 2022-го «Горскую» освободили российские солдаты. На этой выставке уникальные предметы, свидетельствующие о героизме наших воинов. Именно эти артефакты с того места, они не где-то собраны, они конкретные. Они, начиная от шахты «Горская», заканчивая, скажем, экипировкой именно натовских солдат, запрещенных боеприпасов, которые используют против нас, против наших бойцов. Мы хотим, чтобы как больше молодых ребят увидели и вообще население, наверное, в целом России познакомилось с данными предметами. Цель такого передвижного музея – повышение военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и знакомство молодежи с вооружением, применяемым в зоне СВО. Мы постараемся сделать так, чтобы сюда были вовлечены большая масса школ, которые находятся на территории района. Нам дают возможность, так сказать, несколько дней для того, чтобы вот эти экспонаты здесь у нас находились на территории. И мы постараемся во время вот этих вот праздничных дней охватить большую массу наших ребят и их родителей. Это так будоражит на самом деле, понимать, что сейчас на самом деле происходит, увидеть это все и прочувствовать, понимать, как там все, как это видят люди, которые находятся там. На временной экспозиции представлено российское и иностранное снаряжение, элементы пусковых устройств, ручных гранатометов и экипировка бойцов РФ. Выставка создана в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.